Куда из Парижа можно уехать на 2-3 дня? И покупали в Британе. Правда, я начинала свое путешествие с Мон-Сен-Мишель, если вы не видели это видео, смотрите по ссылке, а сегодня мы будем знакомиться с новым регионом От Мон-Сен-Мишель-де-Канкаль 50 километров, но по дороге в Канкаль надо непременно посмотреть Шандоланский камень, а потом старинный город Доль-де-Британе И когда видите вот такой менгир, менира по-французски, то вы точно знаете, что вы в Британии Шандоланский менгир стоит посреди поля скорби, так переводится менир Дюшан-Долон Менгир с гранита, весит 120 тонн и возвышается над землей на 9 метров, а общая длина его 13 метров С XIX века это исторический памятник Франции Слово менгир происходит от бретонского «мен» – камень и их длинный С этим грубо обработанным менгиром связана старинная легенда Однажды в темном далеком прошлом Британии на Дольском поле произошла жестокая битва между двумя братьями и их войсками Кровь лила с потоком, который, как говорится в этой истории, было достаточно для того, чтобы крутить колесо мельницы, расположенной недалеко от поля боя Чтобы остановить брутоубийственную битву, упал с неба или вырос из земли прямо между ними огромный гранитный столб В основе этой легенды лежат реальные исторические события Здесь, в VI веке, в бою, встретились король Франков Халутарь и его сын, восставший против отца Еще есть поверье, что, когда умирает человек, камень незаметно погружается в грунт И когда менгир совсем исчезнет с поверхности земли, наступит конец света Самое большое скопление мегалитических сооружений находится на юге Британии, недалеко от поселения Карнак Французский, европейский и, естественно, бретонский флаг Мы уже были с вами в Дижоне Это Бургундия и совсем другой регион Британии Небольшой городок, который называется Доль-де-Британия Совсем другая архитектура, другая атмосфера Доль-де-Британь – небольшой городок на севере Британии Проживают здесь около 6 тысяч жителей Но это один из древнейших городов Британии, впервые упоминается в VI веке В это время город становится центром Дольской епархии, одной из древнейших в Британии Святой Самсон Дольский – первый епископ Доля и один из семи святых основателей Британии Давайте прогуляемся по этому городу Здесь сохранилось немало старинных домов Вот это дом XII-XIII век А это рынок Махши 1879 год А сегодня здесь продают и художественные изделия разнообразные Стоит посмотреть этот собор, потому что он очень стар, он XII века Архитектура Британии Посмотрим сейчас интерьер Канкаль Устричная столица Я остановилась вот в этой гостинице «Отель, ламер и чемплян» «Отель, ламер и чемплян, ламер и чемплян, ламер и чемплян» «Отель, ламер и чемплян, ламер и чемплян, ламер и чемплян» «И есть большая разница между приливами и отливами И самый большой коэффициент, когда действительно море плещется вот здесь у берега Это, естественно, на растущей луне Это будет на следующей неделе На набережной много кафе и ресторанов, басхи, пивная бар, ферма, вернее, этот рыночек, где продают устрицы непосредственно сами производители. Но открыты каждый день с полдесятого и до половины шестого в марте. Так что это я уже завтра продегустирую. Ну, сейчас я поговорила как раз с продавцом, продавцом и производителем устриц, кстати. И он мне сказал, что вот это все фермы, фермы устрищные, то, что мы сейчас не видим, потому что море. И эти фермы простираются, ну, из почти 500 гектаров, он мне сказал. И вон там, где белые буйки, это вот все, это устрищные фермы. Это можно видеть, когда море совсем уйдет, но это большой такой отлив будет только в воскресенье. С 11 века Конкаль был важным рыболовным портом. Основным источником дохода местных жителей стал сбор устриц. В 16 веке парижские эшевены заключили контракт с Конкалем о поставке свежих устриц два раза в неделю к королевскому столу, за что король Франциск I даровал Конкалю статус города. К середине 18 века запасы устриц истощились. Людовик XVI издал указ, согласно которому добыча устриц в Конкале была строго регламентирована. Разрешала собирать их только в те месяцы, в названии которых содержится буква R, то есть септамр, октабр, навамр, десамр. И ни в коем случае не трогать их с мая по август. Это мало помогло. И следующим указом было установлено, что добыча устриц могла осуществляться лишь до и после Пасхи на протяжении 15 дней, причем в строго отведенное время. По сигналу охраны, караван из 200 судов выходил в море. С высоким приливом они возвращались в гавань, чтобы выгрузить свой улов. А при низком приливе улов сортировали женщины на месте рядом с каждой лодкой. Какие краски чудесные. Тем более сейчас прилив. Какие краски замечательные в закате дня. Ресторан «Шевиктор» у Виктора. И хочу немного прогуляться по вечернему канкалю. Ну и сейчас я поднимусь на вот этот холм. Там смотровая площадка. Птицы поют аромат скошенной травы. ариunchи. Рheard оный план. Картный клёша. Прямо гарнер. Картный клёша. Птицы поют аромат скошенной травы. Картный клёша. Холм. Картный клёша. Звонит колокол в церкви. Видимо, начинается вечерняя служба или заканчивается. И посмотрите, какая архитектура. Суровая, каменная, какая-то побережья. Люди невыкновенно доброжелательные в Британии. Вот еще вам покажу несколько вилл. Тот, кто подписан на мой канал и смотрит мои видео, теперь вы уже можете сравнить разные регионы Франции. И Дижон, и, скажем, Дувиль-Трувиль, Нормандия. И вот теперь Канкаль, Британь. Во многих садах цветет камелия. В начале марта. В провинциальных городах вечером жизнь замирает. Но как здесь здорово. Очень приятный город, очень атмосфера замечательная. Мне очень нравится. А, вот это знаменитый фонтан. Я его хотела посмотреть. Мойщицы устриц. Очень известный. И хорошо, что я пришла вечером, потому что краски вечерние. Необыкновенно хороши. И собор. На собор я уже завтра посмотрю интерьер. Я возвращаюсь в гостиницу. Всем спокойной ночи, бон ньюи. И завтра встретимся на завтраке у мамаши Шамплен. Музыка. 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 Музыка.